Это время новостей. Итоги. Меня зовут Анастасия Плотникова. Здравствуйте. Ближайшие 30 минут вспомним и проанализируем все главные события уходящей недели. Начинаем. Он сражался за Сирию. Житель Озерска погиб под пулями боевиков. Мужчина был солдатом частной военной компании. Жалко таких ребят. Невидимый фронт. Как без ведома Минобороны. Южноуральские бойцы попадают на передовую. Кто заплатит за кровь никем не учтенного солдата? Опережая время Борис Дубровский рассказал, какой будет Челябинская область через 18 лет. Ключевая история, она звучит так. Интересно будущих поколений. Послание губернатора 2017. То, о чем говорил губернатор и то, чего хотят жители Челябинской области, сопоставим. Самые обаятельные и влиятельные. В Челябинской области составили рейтинг известных и властных женщин. Первое место у сенатора Гехт. Я точно не собираюсь к кому вступать, если речь идет о каких-то моих интересах. На что готовы лидеры рейтинга ради популярности и как в борьбе за власть помогают макияж и высокие каблуки. Житель Озерска погиб под пулями сирийских боевиков. Эта новость стала самой обсуждаемой на уходящей неделе. И не только в региональных, но и в федеральных СМИ. В одном из авторитетных российских изданий статья вышла с интригующим заголовком. Призраки войны. И дело вот в чем. Родные погибшего Ивана Слышкина утверждают, что молодой боец умер, цитируя, защищая родину. Но в военном комиссариате заявляют, озерчанин уже год как уволен в запасы. На учете Минобороны не числится. Напрашивается вопрос, каким образом молодой южноуралец попал в Сирию, да еще и участвовал в разведывательной операции. Мы провели собственное расследование и нашли ответ на этот вопрос. В Сочи кафе танец после предложения руки и сердца. Эту запись под видео в социальных сетях оставила та, которая сказала «да». Проводила в опасную командировку, ждала возвращения и готовилась к свадьбе. Но лавстори, которая так красиво началась, не суждено было закончиться шампанским и криками горько. Вместо вальса Мендельсона – траурный марш. Символично 23 февраля. Кристина узнала, что Иван больше не вернется. Он погиб в Сирии, получил в голову снайперскую пулю. Карьеру героя 23-летний Иван Слышкин из Озерска начал рано. Отслужил в армии, затем поехал контрактником в Чечню. Сильно из детства занимался кикбоксингом, смелый и целеустремленный. Конечно, в армии был в числе лучших. Блестяще отслужил, уволился в запас, но любимое военное дело не оставил. Стал ездить в долгие командировки. Однако о том, где, в каких условиях служит и почему приезжает с большой суммой денег и характерным южным загаром, рассказывал неохотно. Иван не говорил конкретно, какой боевой задачей он выполнял, но я так понял, что они носили локальный характер, то есть ставили задачи, они выполняли, возвращались на базу. Это достаточно много, где, по его словам, необходимо участие ребят, умеющих служить родине. Поэтому варианты были разные. И когда он приехал уже сюда загоревший, не по погоде уральской, конечно, был вопрос, ты вообще как, где. Откуда у Ивана Слышкина южный загар не смогли объяснить и в военном комиссариате Челябинской области? По данным ведомства, молодой мужчина действительно проходил срочную службу, но с 2013 года в составе действующих военнослужащих Вооруженных сил России он не числился. В настоящее время он состоял на войскоучете как гражданин, пребывающий в запасе. Личное дело его находится в военном комиссариате. Среди не о том, каким образом Слышкин угол в Сирийскую Арабскую Республику, военный комиссариат Челябинской области не располагает. Знакомые озерчанина рассказывают, в зоне боевых действий Иван Слышкин оказался через частную военную кампанию. Молодой мужчина был бойцом так называемой группы Вагнера. Де Юра ее не существует. Такого подразделения нам не удалось найти ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц. Но по информации РБК, бойцы организации принимают участие в операции на Ближнем Востоке против боевиков запрещенного в России исламского государства. Мы нашли информацию о загадочной кампании в социальных сетях. В статье некий Олег, представившийся бойцом группы Вагнера, рассказал о деталях своей работы в подразделении. Компанию наняли сирийские магнаты для охраны нефтяных месторождений и колонн в ДРСЗО. Как правило, люди Вагнера – опытные бойцы, прошедшие несколько конфликтов. И хотя объявлений о наборе в газетах не увидишь, группа не испытывала проблем с набором специалистов. В Сирии бойцам платили по 300 тысяч рублей в месяц, плюс бонусы. Имелась и своеобразная страховая система. За ранение около 300 тысяч рублей и покрытие расходов на лечение в качественных клиниках. За гибель – 5 миллионов рублей семье. Частные военные компании во всем мире большой бизнес. Наемники нередко подменяют собой солдат официальных вооруженных сил. По сути, их используют как пушечное мясо. Но в России такие организации вне закона. Чиновники и депутаты Государственной Думы не раз говорили о необходимости легализовать частные военные компании. Последний раз этот вопрос поднимали в 2016 году. Депутаты предложили проект закона с формулировкой «Для участия в обеспечении национальной безопасности», но он был отклонен. Александр Васильев, руководитель регионального отделения ДСААФ, который 30 лет отдал армии и сейчас готовит юноши для службы в вооруженных силах, это решение поддерживает. В нашей стране этого не должно быть, потому что у нас существуют для этого вооруженные силы, которые должны выполнять свою боевую задачу, для чего они предназначены. То есть для этого существуют вооруженные силы. А все это наемные, будем говорить, ребята, это действительно пушечное мясо, которое едет туда. Это моя точка зрения для того, чтобы заработать деньги. Впрочем, мать погибшего озерчанина утверждает, сын поехал на войну вовсе не из-за денег. Он просто любил военное дело и мечтал посвятить службе родине всю свою жизнь. Иван Слышкин был убит выстрелом в голову во время разведывательной операции в районе месторождения газа Шаэр. Тело привезли родным в оцинкованном, закрытом гробу. Его похоронили как гражданское лицо, без военных почестей. В день панихиды юноше должно было исполниться 24 года. Я ему говорила, что жизнь одна, за какие деньги не купишь. А он только и знал отвечать. Это моя работа. Это моя любимая работа. Другого я не умею. И не собирался бросать, как бы я его ни уговаривала. Молодые, у которых есть своя цель. Вот такие вот рана уходят. Когда он должен меня похоронить. А мне пришлось его в его день рождения хоронить. Когда в этот день я его кормила грудью. А он смотрел на меня и улыбался. А не дай бог не пережить никому такого противительного скруха. Сейчас в Озерске спорят, стоит ли устанавливать юношу, погибшему под полями сирийских боевиков, мемориальную доску. Одни высказываются за, ведь так или иначе в горячей точке Иван защищал интересы России. Другие против, называют юношу наемником. Впрочем, тот факт, что Иван Слышкин в своем юном возрасте уже имел награды за мужество, за отвагу и за службу на Северном Кавказе, говорит о многом. В любом случае для родных и особенно для невесты Иван теперь всегда будет героем. В день похорон на своей страничке в социальных сетях Кристина написала. Мы не забудем никогда, в душе и в сердце, навсегда. Анастасия Плотникова, Ксения Кузнецова, Иван Бредихин, УТВ. О других важных, а порой забавных событиях недели кратко расскажет мой коллега Артур Ишпылатов. Да, знаешь, номинацию «Курьез недели» можно присвоить новости об ограблении банка. Воры пробрались в помещение через дыру в полу. Сейчас расскажу все подробности. Итак, «Курьез недели». Полицейские разыскивают воров, которые вынесли из отделения банка 164 тысячи рублей. Злоумышленники проникли в помещение через дыру в полу. По предварительным данным, ночью воришки пробрались в подвал дома, где находился банк, и сделали лазейку на первый этаж. Взломали банкомат, забрали наличные и убежали тем же путем. Сотрудники обнаружили пропажу денег рано утром. Странно очень было видеть такую толпу полицейских. Возбуждено уголовное дело, креативных воришек ищет полиция. Эмоции недели Борис Дубровский высказал крайнее возмущение экологическими вбросами. Губернатор пояснил, в статьях некоторых изданий ситуация в регионе характеризуется как критическая. Да, она, наверное, не самая лучшая. Но, собственно, есть совершенно конкретная наша позиция к этому вопросу. И Минприрода России определяет Челябинск в этом рейтинге как 37-й. То есть это даже не десятка самых грязных городов, это 37-й и не более того. Борис Дубровский распорядился усилить просветительскую работу по ситуации в регионе. А также заявил, что такие вбросы не помешают работе по воплощению в жизнь экологических поручений президента. Ну и решение недели в Бакале создадут территорию опережающего развития. Документ накануне подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Особый статус даст моногороду возможность привлечь крупных инвесторов. У Бакала есть все необходимые ресурсы для создания новых производств. И свободные земельные участки, и свободная рабочая сила. Отмечу, что в прошлом году в городе инвесторы заявили о планах построить два завода. Энергококсовый и цементно-клинкерный. Ну, надеюсь, статус ТАССР рано или поздно получат и верхнюю фолея. Жители и бизнес там ждут. Спасибо, Артур. Главное политическое, да и что греха-то и цветское событие года. Борис Дубровский выступил с ежегодным посланием. По сути, это программа жизни, стратегия развития региона на ближайшие годы. Собралась вся политическая вип-тусовка Южного Урала. Чиновники, депутаты, силовики, общественники, журналисты. Перед началом, по традиции, кулуарные встречи, рукопожатия, вспышки фотокамер. Красавица-сенатор Ирина Гехт появилась в стильном коричневом пиджаке из бархата. Духовный лидер-мусульман Ринат Раев впервые вышел в свет после громкой аварии. Беседовал с митрополитом Никодимом. Глава Челябинска Евгений Тевтель в приподнятом настроении. О чем-то шептался с пресс-секретарем губернатора Дмитрием Федичкиным. А сам Борис Дубровский поднялся на трибуну в необычном полосатом галстуке. Как всегда был серьезным и обстоятельным. О чем говорил губернатор, моя коллега Дарья Шведова. Попыталась понять, как и повлияют ли вообще слова главы региона на жизнь рядовых южноуральцев. Я предлагаю сейчас задуматься о том, какой будет область, когда родившиеся сегодня дети достигнут 18 лет и войдут во взрослую жизнь. Тебе уже скоро просыпаться надо, кушать будем. А ты так сладенько у меня спишь. Владик появился на свет 8 дней назад, но мама новорожденного Наталья Мешкова уже задумалась о будущем сына. Каким он будет через 18 лет, в каком городе будет жить и где учиться, что иметь. В областном перинатальном центре женщина, как и тысячи других жителей Челябинской области, смотрела послание губернатора Бориса Дубровского. И на многие свои вопросы молодая мама получила ответ. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в чистом экологическом городе, в нашем Челябинске. Экологическая ситуация в Челябинской области. Предмет споров. С МИТу и ДЕЛА появляются информационные вбросы о том, что обстановка в области якобы критическая. Но по мнению экспертов, информация сильно искажена. В послании губернатор заявляет, проблемы в промышленной Челябинской области есть, но они решаются. Южный Урал – первый регион страны, который подготовился к выполнению экологических поручений президента. В регионе намерены перейти на новую систему мониторинга состояния воздуха. Южный Урал стал пилотным регионом, где ведут систему взводных расчетов уровня загрязнения. По мнению главы региона, необходимо переходить и на экологические виды транспорта. То, что мы можем реально сделать в этом году, это, конечно, минимальные задачи. Это по транспорту, по сокращению выброса по транспорту, учитывая, что у нас доля до 40% в общем объеме загрязнения воздушного бассейна. Это по выбросам промышленных предприятий. Хочется, чтобы больше садиков открывалось и можно было более спокойно у своего ребенка устроить садик. Губернатор рассказывает, за прошлый год в регионе возвели 12 детских садов. Очередь дошкольных учреждений в регионе сокращается. В Челябинске и Сосновском районе строятся новые школы. Почти на 2000 учеников. По плану, большая часть детей будет учиться в одну смену. По мнению главы региона, важно обеспечить работу и для выпускников вузов. Нужно обеспечить выпускникам своего рода социально-статусный минимум, достойную работу, достойное жилье, социокультурную досуговую среду, качественную медицину. Хочется, чтобы у нас было больше специалистов квалифицированных, больше открытых больниц. Борис Дубровский поясняет, в области отремонтированы более 80 медучреждений. Началось возведение новой поликлиники областного онкодиспансера. Строительство планируют закончить в этом году. Продолжат ремонт в клинической больнице региона. Стартовала программа «Земский фельдшер». Врачам выплатят подъемные по 500 тысяч рублей для работы на селе. Для чего направили дополнительные миллиарды здравоохранения? Чтобы люди поверили в нашу медицину и стали делать ставку на раннюю диагностику, не дожидаясь точки невозврата заболевания. Хочется, чтобы ребенок смог самостоятельно себя самореализовать и спустя какое-то время жить самостоятельно своей жизнью. Только за год в регионе построили свыше 1 миллиона квадратных метров нового жилья. Расселили из аварийных бараков больше 2,5 тысяч человек. Еще 3 тысячи отметят новоселье в этом году. Губернатор отмечает, комфорт начинается со двора дома, где живет человек. Поэтому по федеральному проекту партии «Единая Россия» городская среда направлен миллиард рублей на реконструкцию парков и скверов. Послание губернатора длилось 40 минут. Бориса Дубровского слушали в зале 350 человек. На сайте ОТВ ввели прямую трансляцию послания. Цифры, детали очень важны. Но не менее важно, чтобы за цифрами не терялся конкретный человек с его проблемами и нуждами. О будущем маленького Владика Наталья Мешкова теперь говорит с уверенностью. Молодая мама твердо решила, что ее сын будет расти и жить в Челябинской области. Хотим просто активно развиваться и на радость маме расти. Дарья Шведова, Андрей Ярушев, Артем Большаков, Павел Клементьев, ОТВ. За одну неделю в Челябинске скупили рекордное количество тюльпанов. Если собрать все проданные цветы, можно заполнить 10 футбольных полей. 8 марта праздник для женщин и для тех, кто делает деньги на желание их порадовать. Впрочем, дарили не только цветы. В областном Минкульте, например, установили баннер с изображением ждуна с букетом полевых цветов. Это популярный интернет-мем с головой морского слона и телом личинки. В некоторых уличных кафе в честь праздника шоурму заворачивали в розовый лаваш. А сотрудники ГИБДД устроили ночное шоу. Выстроили машины в форме цифры 8. Ну а мужчины медиахолдинга ОТВ сняли клип, который не стыдно показать даже на большом экране. Скажи, зачем, зачем, зачем? Оставила здесь одного ты, а я пытаюсь все понять, но без тебя не разобраться. И снова я звоню, звоню. Гудки никто мне не ответит. Никто мне не ответит. Потрудились и эксперты Ранхикс. К празднику они составили рейтинг самых влиятельных и известных дам Южного Урала. В него вошли женщины, политики, общественники и журналисты. Из чего складывается секрет успешной женской карьеры. Прекрасные триумфаторы топ-листа вне совещаний и заседаний. В специальном репортаже Полины Кирсановой. Сенатор, депутат, балерина, министр, омбудсмены и нескольких госслужащих вошли в топ-50 самых влиятельных и обаятельных. Они принимают законы, спорят на заседаниях и переступают через гендерные предрассудки на каблуках. Ежегодный рейтинг от политологов и социологов показал. Женщина во власти сегодня чувствует себя порой увереннее, чем на кухне. Эти дамы знают точно, что нужно, чтобы приготовить блюдо под названием «Успешный политик». Краткий рецепт, как стать влиятельным политиком, если ты женщина. Ингредиенты этого блюда не изменялись вот уже несколько столетий. Итак, приступим. Возьмем щепотку женственности и приправим все высшим образованием. Далее переходим к характеру. Обильно нафаршируем его оптимизмом, лидерством. Добавим стрессоустойчивости и капельку удачи. Оставшиеся предрассудки о политиках юбки разбавляем ярким имиджем. Перчинку напитку придаст интерес мужской аудитории. Остудив, принимайте по утрам натощак. И помните, дорогие дамы, попробовав влиятельность на вкус, вы ее никогда не забудете. Влиятельность на вкус горчит. Ирина Гехт распробовала ее еще будучи министром социальных отношений области. Икона стиля региональной политической арены сегодня большую часть времени проводит в столице. Представляет регион в Совете Федерации. Возглавляет рейтинг самых-самых уже шестой год подряд. В ее расписании мало времени на простые человеческие удовольствия. Поэтому интервью с сенатором мы записываем, гуляя по Кировке. А что-нибудь такое мыльную оперу не хочется взглянуть после этих всех заседаний? Хочется. Я обычная крестьянка, да, кармелита. Да, да, да. Просто слабая женщина, очень хочется. Она любит сериалы, красивую одежду, терпеть не может варить, берет на себя уборку по дому, отстояла закон о запрете ГМО, продвинула инициативу о создании приемных семей для пожилых людей в регионе и намерена встать на пуанты. Ангельская внешность и бойцовский характер удивительным образом уживаются в этой женщине. О силе воли и терпении на госслужбе могла бы написать энциклопедию. Но уверена в одном. Женщинам-политикам нельзя играть с мужчинами в поддавки. Наивно полагать, что женщины слабы. Мне кажется, женщины более стойкие. Они могут сделать шаг назад, да, но потом сделать два шага вперед. И женщины умеют ждать. И удивлять у рейтинга влиятельности в этом году сразу три новичка. Депутат Госдумы Елена Ямпольская. Она сразу попала в первую десятку. А также Марина Дымова и Ольга Лосева. Замруководителя Чулябинского комитета ЕР и руководитель Чулябинстата вошли в третью десятку. У нас такой достаточно существенный скачок по влиянию. Это Котова. Первый заместитель главы города Чулябинска. Свои позиции в рейтинге укрепили министр социальных отношений области Татьяна Никитина и глава Минэкологии Ирина Гладкова. А вот самая известная татарочка области Лена Колесникова сдала одну позицию в топе. Она на шестом месте. Политика и творчество, к сожалению, вместе никак не складываются. Но у нее получается. Депутат Законодательного собрания области в перерывах между встречами и партийными баталиями расписывает тарелки, а также занимается дизайном костюмов и воспитывает троих детей. Даже ищение депутата в этом вопросе, наверное, легче. И слово не продавливать, а, наверное, своим каким-то обаянием, женским отношением к делу очень многие вопросы решать легче. О политике либо никак, либо танцуя еще одна участница топ-50 влиятельности примы Чулябинского балета Татьяна Придейна. Камушки, видите, как красиво, да? Почему решили сами сделать их? Ну, захотелось мне вот так вот сделать. Мне кажется, симпатично получилось. Такую-другую Придейну мало кто видел. Прима, несмотря на всю грациозность и статус, любит простые женские радости. Поспать сына и кошек. И, рушив все шаблоны, частенько вечера проводит на кухне. Вчера готовила печень, какую-то печень с грибами. Вкусно получилось. А еще балерина-кандидат на ОК. Диссертацию она защитила несколько лет назад. Своё влияние на политическую и культурную жизнь в регионе оценивает весьма простым способом – по реакции зрителей. Я так думаю, что каждый, наверное, выход на сцену – это есть какое-то влияние. Потому что я получаю очень много писем от зрителей, да. И они в них рассказывают, как на кого повлиял какой-то спектакль, на кого-то на эмоциональное состояние, кому-то вообще открылся балет. Гендерные предрассудки не прижились ни в балете, ни во власти, делают выводы эксперты. Вумен Пауэр сегодня звучит все актуальнее. Более того, через несколько лет женщин во власти станет больше. Председатель правительства Дмитрий Медведев 8 марта подписал национальную стратегию действий в интересах женщин. По ней количество госслужащих в юбках увеличится. Ты должен понимать, что происходит в компании, чувствуй пульс компании. Руку на пульсе компании новостной повестки держит директор медиахолдинга ОТВ, члена общественной палаты страны и области. В списке самых-самых Светлана Еремчук занимает 13-ю строчку. Ее девиз – получать удовольствие от всего, что делаешь, будь то телевидение, общественная деятельность или спорт. Но если ей шанс рискнуть, выбирает последнее, будь то экстремальный спуск горы или коридоры власти. В политике всегда жесткие отношения. Здесь нет гендерного признака. Женщины, которые приходят во власть, они должны очень точно понимать, когда они начинают сокрушаться и говорить, что их почему-то там мужчины не пропускают вперед. Такого не будет. Политика не терпит слабости, поэтому слабый пол в политике не терпит предубеждений. Сегодня руководящие посты в южноурайских госучреждениях все чаще отдают женщинам. Сексизмом в коридорах власти практически не пахнет. Только все чаще раздается стук каблуков. Полина Кирзанова, Антон Захаревич, Айдар Насыров, ОТВ. На этом все. Выпуск программы «Время новостей» и итоги можно посмотреть на сайте 1обл.ру. А итоги наступающей недели подведем уже в следующую субботу в 22.00. До встречи.